В Сочи приехали студенты из Волгограда, Москвы, Магнитогорска, Нижневартовска, Тулы, Ростова, студенты Дагестанского государственного педагогического университета, Южноуральского и Камчатского госуниверситетов. Площадка, признаюсь, грандиозная, потому что это действительно то, что надо. Есть место, где показать и проявить себя, свой потенциал. Оказаться снова здесь, потому что я работал волонтером на зимних олимпийских играх в Сочи, и оказаться снова здесь как раз в феврале, то есть год назад ровно игры прошли, снова здесь оказаться, это непередаваемое ощущение, я же прям до дрожи. В Сочи студенты будут реализовывать проект оздоровительной, спортивной, творческой, проектной и дискуссионной направленности. Таким образом началась подготовка эффективных молодежных команд-лидеров. В Сочи представляли 44 студента Сочинского госуниверситета. Конечно, за своих мы болеем, мы очень хотим, чтобы наши выходили в победители. Если говорить, меняется или не меняется, то, конечно, меняются. Потому что общаясь здесь со своими сверстниками, представителями разных вузов, они могут видеть лучшее, что происходит в других вузах, они могут видеть лучших студентов других вузов. И после таких конкурсов они, безусловно, возвращаются уже другие. Они более целеустремленные, они более активные. Все мероприятия будут проходить на базе отеля «Весна», где есть все необходимое для проведения и спортивных, и культурно-массовых мероприятий. Возможно, молодежный форум получит постоянную прописку в Сочи. Мы очень рады, что гостеприимный Сочи открыл перед нами свои двери. И основным партнером стали две лучшие площадки нашей страны. Это отель «Весна» как лучшая инфраструктура Краснодарского края для развития студенческого спорта и молодежного творчества. А также Сочинский государственный университет. В завершение форума будут награждены победители. Они определятся в ходе студенческого марафона в различных номинациях. Завершится молодежный съезд большим гала-концертом. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.